Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Чем обусловлена тенденция объединения вузов? Какие плюсы дает интеграция и кто следующий? Об этом говорим сегодня и в нашей студии. Ректор Самарской Академии Государственного и Муниципального Управления Валерий Семеновичев. Ваши вопросы и мнения по поводу объединения вузов озвучивайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Валерий Константинович. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, чем вообще обусловлена такая тенденция объединения вузов в последнее время, которая как гром среди ясного неба зимой стала очевидной? Я бы сказал, что две группы причин. Первая – это экономическая, вторая – политическая. Экономическая причина. Давайте говорить честно, государству не хватает денег сегодня для сколь-либо достойного качества обучения на выходе. Это первое. Вторая причина, она связана с тем, что, на мой взгляд, эра карманных маленьких вузов, бизнес-вузов или политических вузов, она прошла. Они сегодня уже не конкурентоспособны на образовательном обществе, и поэтому они должны, мне кажется, искать новую нишу. А так как я занимаюсь прогнозированием, это профессиональная моя область, то мы уже года два назад поняли, что в этой ситуации нужно с кем-то объединиться. Он должен быть достоин нашего участия, и мы должны с ним идти дальше вперед. Понятно. Но сегодня на слуху больше объединения трех крупнейших вузов. Да. Да, а вот недавно совсем стала известна информация, что и вуз, который вы возглавляете, академию, извините, он тоже собирается объединиться с самарским экономическим университетом. Ну, как вы говорите, что мы единственная академия, вот, да, вот вообще такая самарская академия. Нет, нет, почему? В Самаре есть другие академии, но мы единственная муниципальная академия во всей России. Вот, муниципальная академия во всей России, да. Вот чего же вам не хватало такому самодостаточному учреждению, да, единственному в России, что вам нужно все-таки с кем-то объединиться? Ну, доброе слово, можно сказать, про Лиманского. Он понимал политическую необходимость на то время создать такой вуз, она его поддержала. Это академия тогда назывался институт. Добрые слова хочу в адрес Стархова сказать, он помог нам развиться. Ну, а последние годы, в силу целого ряда причин, предъявили к тому, что нас стали недофинансировать. Мы зарабатываем деньги, но нам их не хватает. Мы хотим высокого качества, не всегда это получается. И вот эта вот ситуация, в которой преподаватель вуза или работник вуза в среднем получает муниципальную вузу меньше, намного достаточно, чем работник федерального вуза, она является ненормальной. Степендию наших студентов была меньше. У аспирантов была степендия меньше. И сейчас развитие науки предполагают контакты, выход на международные площадки. И мы в этой связи уже начали работать со многими странами. Пока это СНГ. Начали работать с Америкой. Это интересно для нас и очень перспективно. А вот статус, который мы сегодня имеем, который мы выходим на них, он им представляется как-то непонятно. Во-первых, там нет таких вузов. И он представляется достаточно легким. Поэтому мы давно для себя решили, что им надо объединиться. Делали некоторые шаги. Это был университет Плеханово. Не получилось там по целому ряду причин. И потом было предложение от губернатора объединиться с нашим госуниверситетом, который мы приняли. Но тут на беду случилась смена руководителя. И вопрос завис. А эта неопределенность, эта замедленность решения этого вопроса у нас не устраивает. Мы очень динамичный вуз. Можно по-разному говорить о нас. Можно говорить небольшой, можно говорить маленький. А можно говорить о том, что очень молодой. У нас 45 средний возраст. Для вуза, поверьте, это очень хороший возраст. У нас 80% остепененности. Такого процента нет ни в одном из сегодня больших, мощных вузов, которые существуют уже по 100 и чуть менее лет. И еще у нас 20% наших преподавателей доктора наук. Есть пороговые значения 10%, а у нас 20%. Мы идем вперед. У нас очень хорошо с наукой, могу сказать. Я, наверное, о двух должен сказать, о науке, потому что мы стали подниматься на очень высокий уровень. Печатаемся в скопусе. Это самая сегодня, будем говорить, уважаемая, что ли, база данных, в которой можно публиковать результаты. У нас много публикаций, больше 50 публикаций уже там. Далеко не каждый вуз экономического профиля, да и технического. Техническое чуть проще. Может этим похвастаться. И еще, что является привлекательным, мне кажется, и то, что мы хотим дать вузу, с которым мы объединимся, и в этом нас поддержал, кстати, Фурсов, для меня это принципиально важно, у нас хорошая практика. У нас хорошая практика, потому что за нами закреплены целые подразделения администрации, районные, городское. Практика для студентов. Да, да, да. Они отвечают за практику так же, как и мы отвечаем. Это как бы двойная опека, вот этот контроль, который там происходит. Он позволяет действительно быть специалистом в области государства, муниципального управления, финансовый кредит и так далее. Вот это наши козыри. Ну, а недостаток, как я сказал, финансирования не хватает. Да, а вообще вот как вот рождается, вот была у вас такая инициатива, вы ее, это вы предложили, да, объединиться, да? Вы предложили конкретно ректору... Мы искали партнера. Нашли партнера, предложили ему, он согласился. Мы говорим о Государственном экономическом университете. Да. И дальше какие ваши шаги? Вот мне интересно, знаете, что вот есть идея, от идеи до реализации. Вот что вы будете делать? Ну, во-первых, в соответствии, я, наверное, расскажу, как создавалось. Вначале, ну, с Габиулой Рободановичем я знаком более чем. Мы с ним работали вместе в администрации, когда был вице-губернатором, он тоже. Теперь у него еще есть советник, Титов Константин Алексеевич. Мы с ним тем более знакомы, я работал у него заместителем. И был еще один человек по фамилии Жавин Александр Петрович, который тоже был в администрации. Во-первых, мы просто знакомы, дружны и работоспособны до сих пор. Это важно очень. И вот эта идея обсуждалась уже несколько раз. Оно было предложено в начале госуниверситет. Но со сменой Носкова ситуация затормозилась. И поэтому мы продолжили тогда общение в этом формате. И провели встречу. Встреча была очень интересной и важной для нашего ВУЗа. Нас принимал Фурсов, принимал в субботу, в нерабочее время. Министр образования Пылев был, был Титов, был Хасаев, был я, еще моя сотрудница, занимающаяся науком и дополнительным образованием, доктор наук, профессор тоже. И мы говорили на эту тему. Искали пути и пришли к общему пониманию, что сегодня это можно. Сегодня это оправдано. Целью нашего объединения является дальнейшее повышение качества образования. Это наша практика, это наши молодые доктора наук. У нас их очень много, достаточно много, я бы сказал так. И, как говорят, согласие – это продукт непротивления. Так вот, противиться этой разумной идеей никто не стал. И мы договорились, что мы это сделаем. А потом тоже было достаточно интересно. Фурсов пришел к нам сам. Это, кстати, было первое участие мэра города в заседании ученого совета. Мы обсуждали наше состояние. Он говорил о том, что он обещает сделать. Обещает он довольно много. Значит, предполагается, что мы передадим в общий ВУЗ дополнительные площади, то есть тем, чем мы располагаем сегодня. Это 7 тысяч квадратных метров. Это наши лицензии, это наши навыки и нашу практику. И даже Фурсов пообещал сделать муниципальный заказ, с чего мы уже два года как были лишены. Мы недополучали финансирование, еще нам не давали уже два года бюджетные места. А это означает реально, что молодые люди, которые идут к нам учиться, они понимают, что им придется платить, то есть только на коммерческой основе. Это не так привлекательно, далеко не богат средний человек нашей области или из других областей. И вот наличие бюджетных мест, практика и хорошие, высокие качества преподавателей должны сделать человека карьерного. Это будет уже бюджетные места в этом же году? Вопрос обсуждается. То есть пока нельзя афишировать, что вы готовьтесь? Говорили точно о следующем году, а в этом году, если получится, было бы очень интересно. И сегодня исторический был момент для меня. Мы предвзелали сегодня первое заседание рабочей группы по объединению. Шесть человек со стороны университета экономического, шесть человек наших. Это персоналы, это, например, люди, отвечающие за юридическую сторону вопроса, люди, отвечающие за учебный процесс, люди, отвечающие за финансовую сходимость к общему результату этого процесса. Вот мы сегодня пообщались, совещание было полтора часа, наметили в черне программу, наметили сроки, наметили ответственных. И теперь, я думаю, мы дальше пойдем достаточно. Вы сказали сроки, это тоже интересно. Когда вот все это случится? По вашему пока расчету? Вы знаете, ситуация довольно странная. Если говорят все о необходимости этого объединения, преследуя якобы качество, реально, я думаю, большинство людей думает просто о экономии средств. Вот. Если мы думаем, что это уже стало рутинной процедурой, что это легко реализуется, то это не так. До сих пор любая бумага может быть подписана месяцами, а то и полугодиями. И реально, как вот мы сегодня посчитали, мы можем в 2016-2017 год уже говорить о наборе в новый ВУЗ. Понятно. Вот это вот достаточно недалекая дата, и она предполагает очень большую нашу работу. Потому что мы недавно, например, были единственным автономным ВУЗом в Самарской области. Только сколько мы потратили сил на... Чтобы этого статуса добиться. Теперь нам пришлось выйти из автономии, стать бюджетным, и теперь мы уже как бюджетный с бюджетным будем объединяться. И, как мне показалось сегодня в разговоре, экономический университет тоже понял, как тяжело сменить свой статус. А кто будет вашим учредителем, вот, объединенного ВУЗа? Министерство московское. И финансирование пойдет из министерства, получается? Да. Ну, в качестве муниципального заказа будет выступать город наш, муниципального заказчика будет выступать город. Поэтому мы должны использовать возможности как бы верхнего уровня и возможности и нижнего уровня, которые должны быть более целенаправлены на решение конкретных задач и так далее. Вот вы сказали про верхний и нижний уровень. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что вы, так скажем, наверху обсуждаете вот эти все инициативы, пути решения, объединения ВУЗов. А как воспринимают эту вот вашу инициативу преподаватели и студенты? Потому что для них это тоже изменение в своей жизни, профессиональной и даже в личной, можно сказать. Да, конечно. У тех и других появляется некоторая неопределенность. Во-первых, не все, уж я должен говорить правду, не все, наверное, смогут остаться в новом объединенного ВУЗа. Из преподавателей? Да, я думаю, так. И это для нас дополнительная возможность увеличить качество и почистить ряды, я скажу так. Ух, как! Нет, я человек улыбчивый достаточно, здесь несколько напряженная обстановка и жарко очень. Пришлось довольно много чистить, но у нас остались люди, которые готовы к работе в новых условиях, которые молоды еще, которые довольно амбициозны и самолюбивы, они хотят работать. И студенты нашего ВУЗа, они чуть-чуть нервничают, а студенты экономического университета, мне кажется, уверены в том, что, может быть, даже им не очень и нужно, но мера их понимания, окружающей действительности, очень далека еще от истины. Вот в чем дело. Поэтому мы сегодня встречались с руководителем Центра социально-воспитательной работы экономического университета, он выразил большое желание работать, сказал, что студента поддерживает. Ну, каждый говорит, свою точку зрения выговаривает, и не всегда она может соответствовать действительности. Практика общения, практика совместной работы покажет, так ли это. Руководство ВУЗа однозначно положительно относится к нашему. И вообще, я думаю, что сегодняшние факультеты, кафедры, разбросанные по большому количеству ВУЗов, направленные на решение экономических задач, они далеко не в полной мере должны быть сохранены, потому что они не приносят реальную выгоду своему учредителю, я имею в виду Москву. Они далеко не в полной мере работоспособны, не всегда могут выйти на хороший уровень публикаций, внедрения и предложения тех или иных программ. Вот мощный кулак в лице Самарского государственного экономического университета с нашей поддержкой, с привлечением, я думаю, еще ВУЗов. Я не хотел бы сегодня говорить о том, какие будут ВУЗы привлекаться, разговор об этом есть, но мне кажется, это преждевременно, не хотелось бы их называть. Но сама идея, сама идея получения двух хороших ВУЗов, один будет технического профиля, это аэрокос, и другой будет экономического профиля, мне привлекается, кажется, привлекательный. Почему? Я же как бы сам сижу на двух стульях, вот сейчас-то одно одно, вообще-то на двух стульях. Я доктор технических наук и доктор экономических наук, плюс я был в администрации, плюс я еще и бизнесмен. То есть сегодняшнее решение экономических задач настолько несовершенно, настолько далеко от реальной практики, что оно предполагает увеличение качества образования. А мы получаем, к сожалению, людей не очень заинтересованных в знаниях, имеющих далеко не самую лучшую подготовку, мало читающих, мало понимающих проблематику, которые стоят. Это вот о нынешних студентах вы так говорите, да, в вашей академии? Да, 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 меня это мучает, потому что мне стыдно за них. Да, при том, что вы говорите, что вы буквально всех обеспечиваете работой, у вас трудоустройство, да, а как так получается? Вот вы сейчас говорите, что не очень хорошее, как бы, качество студента, такого уже специалиста молодого, а все устраиваются. А некоторые хорошие, а устроить трудно. Может, мы неплохо готовим, я так предполагаю, и, кстати, я почти в этом уверен. Сегодня проводили несколько лет подряд конкурсы лучшей муниципальной служащи города. Так все места первые заняли наши выпускники. Это означает, что мы не самым плохим образом учили. Кстати, сейчас еще принято решение верхними структурами о том, что работа в муниципальных структурах управления будет предлагаться только людям, имеющих образование по государственному муниципальному управлению. Так что они готовятся профессионально. А факультеты и специальности, они останутся прежними или тут тоже будет меняться? Интеграция будет. Будет интеграция? А как это вот, во что это выльется? Сегодня мы обсуждали, например, в Северной технике причины, например, в экономическом университете есть группа, там, из 12 человек по какой-то специальности. У нас тоже есть по этой же специальности группа, там, из 15 человек. Почему бы не соединить их, не обеспечить их, я бы даже, конкурсное соревновательное какое-то обучение, это нормально совершенно. Я учился еще в Германии год, я был на сажировке. Там, знаете, никто никому не подсказывает. Каждый борется за себя, каждый индивидуалист в плане приобретения знаний. Мне это очень нравится. А у нас как-то знают, что они выйдут, что они их там родители обеспечивают, даже профинансируют. Кстати, у нас набор, когда у нас даже не стало бюджетных мест, у нас он не упал. Но контингент пошел с более низким ЕГЭ. За деньги, ну, так по большому счету. Да, это первое. Второе, вот нам было сделано два замечания. Второе замечание заключается в том, что средний уровень зарплаты у нас ниже, чем в других вузах. А это опять замечание, это опять проблема. Она создана не нами, а создана неправильным применением некоторых правил переходного режима на подушевое финансирование. Понимаете, вот мы пытаемся объяснить, разъяснить, это не всегда понимают. Так что не самая легкая жизнь. Да. Вот сегодня существует такая концепция по объединению вузов. Вот к вашей академии, вот по этой концепции, какие требования предъявляются? Чем вы должны поступиться в результате? А что получить? Или как? Концепция, она сделана для того, чтобы как-то определить какие-то, да, вот рамки? Я так понимаю, что главное для собранного вновь вуза, это обеспечить более высокое качество, которое должно отразиться в объемах НИР, которые проводим, в переобучении служащих разного рода и разных направлений. Это очевидная вещь. Ну и надо создать нормальные условия для студенческой жизни. Это тоже очень важно. Они должны заниматься искусством, должны петь, плясать, влюбляться, жениться и так далее, и так далее. То есть надо все эти компоненты довольно сложного их сегодня состояния рассмотреть, учесть и помочь им в этом стать людьми. Ну еще и про патриотов сегодня все говорят. Я эту тему тоже не забываю. Должны любить свой возраст, должны любить свой город. Пусть любят, пусть ценят. Да, ну вот эта тема такая неоднозначная, тема патриотизма сегодня. Вот вы, как вот своих студентов в этом управлении, что вы им прививаете? Вот молодой человек, житель Самары, патриот, это вот что он должен? Как проявляться свою любовь? Ну это человек, который понимает значимость задачи, которые мы сегодня решаем, даже трудные задачи в полном объеме, которые мы решаем. Мы сейчас говорим о Крыме, говорим о Украине, говорим о тех санкциях, которые вводятся. И отвечать на них, ну чем я бы ответил на их месяц? Хорошая учеба. Это первое. Я патологический отличник сам был. Вот, поэтому они должны принимать участие во всех мероприятиях. Они у нас волонтеры, они у нас посещают больных, инвалидов. Они ходят учиться на занятия в Государственную Думу, в Губянскую Думу, в Городскую Думу, возложение венков, участие в каких-то мероприятиях. Они в полный рост там участвуют, может быть, даже чуть лише, как мне иногда кажется, когда мы говорим об учебном процессе. Но они должны жить жизнью города, они должны знать, кто глава. Вы знаете, они до сих пор не все знают. Они могут по-разному назвать Фурсова, Меркушкина. Больше того, недавно проводил опрос какой-то сайт, и спросили, кто у вас мэр города. Половина сказали, что Меркушкин, половина, что Азаров. Это вот буквально было неделю-две назад, вы говорите про студентов, а горожане тоже. Это элемент, конечно, не совсем патриотизма, но хотя бы знания, интересы к тому, что их окружает. И мы должны обеспечить возможность участия в каких-то процессах городских. Вот мы так ставим эту задачу. У нас есть Центр социально-воспитательной работы, есть все, что положено. Там МИСА-академия, там студенческие весны были. В этом году мы первый раз не участвуем из-за недостатка средств. А так у нас все очень неплохо. А чтобы получать средства из Министерства образования федерального, вы чем должны будете? Не пожертвовать, а вот там же тоже будут какие-то спускаться, наверное, требования, и в ответ вас будут финансировать на это. Как вы перестроитесь в этом управлении? Мы опять выходим на соревновательную прямую. Опять мы должны показывать результаты. От этого в той или иной мере будут зависеть те средства, которые мы будем получать, те или иные блага, которые мы можем получать. Ну вот, собственно, наш Аэрокос воспользовался уже этим, воспользовался довольно интересно. Они получают дополнительное финансирование у них, возможность выезда за границу, будут приезжать к ним. Ну вот нечто такого тоже хочется. То есть какие-то дополнительные условия вам все-таки будут ставить, да? Да. Допустим, вот нужно принимать иностранных студентов в объединенных вузах требования. А вы муниципальная? Вот как вы будете, что с этим делать? Мы же уходим из муниципальных. Я это сделал очевидным совершенно для себя. Пытался убедить в этом своих сотрудников. И они увидели в этом смысл, увидели желание сохранить их, желание обеспечить их нормальный заработок и нормальный их рост. Вот. У нас очень дружный молодой коллектив, и я думаю, пока, если нас не подойдет кто-то, мы на правильном пути. Вот так что вот так вот. Ну а чем мы будем поступиться? Вы все время вот это вот тревожные ноты. Не может быть, да, вот, что вот мы такое дело без того, чтобы что-то не потерять, чем-то поступиться. Надо что-то вложить. Я уже сказал, мы потеряем часть людей, те, которые в воле и обстоятельств занимались преподаванием. Это их душа не требовала. Они шли там в силу тех или иных семейных обстоятельств. Я думаю, что это, как сказать, божье дело. И его надо любить, надо отдавать душу и знания, которые есть у людей. А если их нет, не хватает, надо учиться этим знаниям. Ну что, нам хочется участвовать в международных проектах, потому что мы выросли для этого. Для вас эти перспективы откроются тогда в данном случае, да? Я надеюсь, да. Да. И еще хотелось бы узнать тоже, вот, про учредителей мы поговорили. А, вот вы сказали о третьем, еще о возможности к вам присоединиться. Она будет открыта или нет? Или вы соединяетесь только в два высших учебных заведения? Ну, я вот сейчас скажу то, что я сегодня услышал во время нашей рабочей встречи. Да, потому что вот это тоже, тут вот три вуза соединяются, у вас два, и кажется, что можно еще, еще Лихачев, да, Дмитрий Сергеевич, в свое время говорил, что гуманитарии должны учиться, образовываться вместе с технарями. Тогда будет эффект и для прогресса толчок. У меня чуть-чуть повергающее его мнение, но у меня есть добавка. Я очень люблю первое экономическое образование, и чтобы оно было с хорошим математическим содержанием, а второе, может быть, и гуманитарным. Известен рассказ о том, что пришел человек по математической специальности поспать в эсперантуру, ему сказали, у тебя очень мало фантазии, иди в поэты. Так вот, у нас там тоже внутренние фантазии, внутренние, так сказать, свои изыски, и что там может случиться? Ну, я даже не знаю. Сейчас вот, подкортизируйте, пожалуйста, вопрос. Вы не исключаете возможности, что еще, да, что еще кто-то к вам присоединится? Так вот, эксклюзивно, я обещал вам что-то сказать необычное, но вот какая-то проблема возникла с техническим университетом. Ну, вы слышали об этом довольно противоречивые сведения. Стала обсуждаться идея экономического университета, который туда должен войти. Габелар Баданович отсутствовал, он был в отпуске, вчера он встречался с губернатором, как мне сегодня пояснили. Это была публичная информация, поэтому я и скажу. Ну, вроде бы, мы остаемся особняком. То есть экономисты, однородные экономисты, распыленные сегодня по целому ряду вузов, они должны, наверное, все-таки найти свое место, опять же, как я люблю это слово, в соревновательном пространстве и доказывать, кто из них способен обеспечить высокое качество, кто нет. Наверное, должны остаться в технических вузах типа экономика, организации, производства. Это не обсуждается. А вот учить в техническом вузе, например, финансовый кредит, ну, я представляю, что это ошибочно. И таких специальностей довольно много в вузах распределены. Ну, будем работать, будем доказывать право на жизнь. Понятно. Ну, вы сейчас, безусловно, наблюдаете за процессом объединения других трех вузов, да? И вот как доктор технических, экономических наук, вот как видите вы перспективы, вот ваше мнение по объединению вот этих таких, казалось бы, разных вузов, да? Вот что и говорят. Почему минус? Потому что, ну, как можно соединить такие профильно направленные в разные стороны вузы, да? Они немножко разные. Я 30 лет политехии и 13 лет в Айракосе. Вот сейчас 8 лет здесь. И университет тут с гуманитариями тоже. Нет, университет может что-то внести. Почему? Ну, во-первых, он должен быть. Исторические науки, филология должна быть, математика должна быть, чистая, высокая математика она должна быть. Химия у них интересная, она может кое-что дать, насколько я понимаю, производству самолетов, ракет и так далее. Химия в политехии другая совершенно. Пищевая промышленность другие. В факультете автоматики, я был его деканом, он сейчас проигрывает в шестом факультете. Это Айракос. То есть, как бы они не нуждаются, может, в этом факультете. Это мне обидно слышать, но это так. И там много других факультетов и направлений, которые не нужны сегодня Айракосу. Ну, вот люди бьются, может быть, за, извините, посты, за должности, которые они хотят сохранить. Со мной все проще. Я свое самолюбие давно накормил. Я был одним, вторым, третьим деятелем. И было достаточно интересно. Не всегда легко. Вот. Я готов работать, чтобы мне было интересно. Я знаю, что мне интересно. Я уже это вычислил. Я это выстрадал. И я буду заниматься тем, чем мне интересно. И постараюсь группу людей, которых я привел в ВУЗ. Я ведь вначале собирал по другим ВУЗам. А потом мы уже стали воспитывать своих. У нас же своих докторов достаточно много. И кандидатов своих. У нас было по 12 защит кандидатских в год. Для маленького ВУЗа, поверьте, это очень большой показатель. Причем у нас не было советов. Извините, а в экономическом университете есть советы. Там пять советов по защите кандидатских докторских ситуаций. Опять открываются новые двери, в которые можно войти. Вот так что вот так вот. Вообще, чем можно обознавать сегодня интересы людей, молодых, к тому, чтобы получить образование в вашей академии, стать государственным муниципальным работником? Потому что все мы знаем, что зарплаты там небольшие, но все как-то стремятся. Хотя в последнее время заявили о том, что зарплаты сокращаются. С самого высокого уровня у госслужащих. Я не слышал тревоги. А, у госслужащих? Да. Вот, я отвечу вас, вам, тем тезисом, который я в одной из своих политических кампаний сам выстрадал. Так он звучит так. Хочу, чтобы выгодно было быть честным. То есть вот сегодня далеко не каждое рабочее место позволяет так себя вести. Мы знаем, сколько сейчас судебных процессов такого рода. Вот если будет выгодно честно трудиться, если выгодно будет хорошо честно преподавать, если преподавание будет оцениваться не только по количеству вузов, в котором ты одновременно работаешь, а по количеству тех наград, которые получают твои студенты и ты сам, вот тогда, наверное, мы получаем нормальную страну, которая не 60 какое-то место в мире занимает по образованию и определяет, ну, прогресс, может быть, и техническим, может быть, социально-экономическим. Вот тогда мы и станем нормальной страной, и нам не будет стыдно за падение рубля, и мы будем уверены в перспективе, зашли мне, а очень бы этого хотелось. Понятно. А работников, специалистов по борьбе с коррупцией вы не готовите случайно? Что же такое? Проблемы, которые вот как раз к служащим, которых вы выпускаете? Во-первых, эту тему я неплохо знаю. Я занимался бизнесом. Вот. Такие курсы у нас есть. Мы их ведем, да. И вот, кстати, у нас тоже немножко странное отношение к этому вопросу. Я знаю о том, что есть, я имею в себе в библиотеке распоряжение о том, что муниципальных служащих, а они склонны к коррупции в большей мере, чем... Потому что они распределяют не свои деньги. Свои деньги мы все считаем. Вот. Надо учить этому. Мы этому учим. У нас есть курсы такого рода. Если кому-то интересно, ради бога, приходите. Да, вот это... Вот. Но несовершенство как законов, так и мир наказания, и телефонные права, они еще остаются. И вот если это будет так, это будет неправильно. Но опять же, даже этому должны учить бюджетные организации. Это мы, как муниципальные... Мы же не коммерческие высоты. Вот это надо понять всем. Мы не государственные, но муниципальные. Да, с вашим статусом как-то, да. Вот вы от муниципального отказались, теперь вот немножко... И теперь еще объединяетесь. Нет, мы будем тогда уже федеральной структурой. Если это не состоится, то это будет очень, я думаю, неправильно для города, потому что потеряет людей, которые уже вошли в эту тематику. Если не состоится, то будет очень обидно для людей, которые готовы к этой работе. Я сказал, люди обсуждали. Но поддержку городских властей вы получили. А сам город-то вот что от вас ждет? Город? Коротко очень всего. Нет, мы сейчас ждем от города. Да, пока вы, а потом... Были приняты решения, как бы формализующие эти отношения наши. Были приняты решения о передаче зданий, о передаче имущества. Пока вот на этом это... Да, мы должны это получить. А дальше начинается эпопея с оформлением разного рода документов. Понятно. Ну что ж, спасибо большое за то, что пришли, рассказали о всей этой сложной схеме объединения. Всего вам хорошего. Я прощаюсь и с вами. До новых встреч. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok